В апреле 1946 года вышло закрытое постановление Совета министров СССР о создании КБ-11. В мае определили жесткие сроки создания объекта. Первая очередь должна была войти в строй 1 октября 1946 года, 2 – 1 мая 1947 года. Ударными темпами вокруг городообразующего предприятия начали создавать и инфраструктуру. Одним из первых заработал суд. В этом году он отметил 75-летие со дня образования. В честь этого события в суде прошло торжественное собрание, посвященное юбилею. На нас особая миссия. Не только на Федеральном ядерном центре, но и на всех жителях закрытого территориального образования Саров, на всех его структурах. Особая миссия, связанная с созданием и поддержанием ядерного арсенала. И, как показала практика, это та особая миссия, которая востребована государством. На торжественном собрании присутствовала делегация Нижегородского областного суда. Как отметили гости, юбилей Саровского суда – большое событие для всего региона. Пенсии со стороны областного суда в вашей работе нет. Судьями комплектованы, штат аппарата также комплектован. Но мы видим, что с приходом руководителя нового и предыдущего проблем, которые требуют вмешательства областного суда, таких не имеется у вас. За прошедшие годы коллектив прошел все сложные этапы становления и развития, стал современной профессиональной организацией. Это большая заслуга всех судей, сотрудников аппарата и ветеранов. Сегодня суд держит высокую планку по качеству рассмотрения дел и организации процессов судопроизводства. 75 лет – это очень достойная дата, позволяет оценить заслуги прошлого. Но я думаю, сейчас правильнее посмотреть в будущее и сформировать те задачи, понимая, что требования к Саровскому суду будут еще выше. Потому что задачи, стоящие перед нашим городом, только усложняются, они умножаются. Здесь, конечно, на вас лежит серьезная ответственность. Я представляю, какими качествами внутренними нужно обладать, чтобы принимать порой очень непростые решения, определяющие судьбу конкретного человека, судьбу групп, коллективов. Ни один юбилей не обходится без награждения. Сотрудники суда получили грамоты и благодарственные письма из областного ведомства. Кроме того, руководители ВНИЭФ и муниципалитета преподнесли коллективу памятные подарки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.